Тогда прошу вас. Я за него буду. Давайте. Дорогие коллеги, доброе утро. Вот год назад на этой же конференции мы с Александром Гюргичем пообщались и решили объединить усилия по изучению странного излучения. У меня был некоторый из отдела, у него был некоторый из отдела. Вот сегодня я расскажу немножко именно о статистике треков. То есть картинки у меня тоже есть, очень такие забавные. Если останется время, ну, вряд ли останется. Могу в конце показать. Влад, кратко все-таки абстракты для иностранцев на английском, можешь? I'll try. So, in our presentation, Presentation is about statistics of tracks of the stage of radiations. Some pictures I will show too, but main point is about statistics. Следующий слайд. Про историю, как бы, в этой аудитории особенно рассказывать не нужно. То есть термин введен почти 20 лет назад у Руцкоевым странного излучения. Другие исследователи дальше тоже стали публиковать очень похожие вещи. И предварительные эксперименты у Александра Георгиевича в лаборатории ИКИД показали, что от реакторов тоже исходят, ну, получаются те же самые треки. Следующий слайд. В чем проявляется странное излучение? Ну, прежде всего, это треки. То есть, да, вот, когда говорили странное излучение, имеют в виду прежде всего треки. И в этом докладе я буду говорить, прежде всего, о треках. Но известно, что те же самые устройства, которые продуцируют треки, они биологически активны. То есть, вот это вот излучение, оно еще биологически активно. По крайней мере, в этой публикации есть разных групп. Реакторы устроены совершенно по-разному, но биологическое действие у них было практически одно и то же. На мышах испытывалась эта группа Руцкоева, Шахпаронова и Панова. Ну, Шахпаронова, это совсем другой принцип. И еще есть, по крайней мере, свидетельство двух команд на магничивание немагнитных материалов. Short in English. Stretch radiation makes tracks, first of all. He has biological friction. And two groups says about it make non-magnetic materials magnetic. Следующий слайд. Опять-таки, в этой аудитории после круглых столов совершенно лишний говорить, зачем вообще следует странное излучение. Прежде всего, это безопасность тех, кто с этим работает. Следующий слайд. А, да. Вторая причина. Это, ну, собственно, наука. То есть, поскольку, возможно, странное излучение сопровождает работу реакторов холодного синтеза, может получиться так, что мы исследуем одно и то же явление, просто с разных сторон. Следующий слайд. Ну, и основной вопрос, на который мы отвечали в ходе этого исследования, путем набора статистики, вообще, какова связь странного излучения с работой реакторов Лена? Я поясню, почему такой вопрос, в принципе, возник. В своих предыдущих исследованиях я пытался воспроизвести результаты группы Евминент. Они пытались высвечивать странное излучение из-за магниченной воды лазером. Я видел треки на фотопленке, но потом, когда я набрал достаточную статистику, я понял, что я видел треки от некого фонового странного излучения, а вовсе не от вот этой магниченной воды. То есть, статистика в опыте и в контроле у меня совпала, хотя я видел вот те самые интересные треки. Соответственно, нужно было показать, что треки, которые мы видим от реакторов, это именно треки от реактора, от работы реактора. Следующий слайд. Какие методы мы здесь использовали? Ну, во-первых, речь идет о двух типах реакторов. Я дальше поясню, какие. Пробовали использовать разные чувствительные материалы. Дальше тоже поясню, какие. Применяли контроль последовательный и параллельный. Что это означает? Последовательный, это значит, мы брали чувствительный материал и его фотографировали, прям всю поверхность, еще до того, как мы делали экспозицию его рядом с реактором. Затем делали экспозицию и снова фотографировали. Это нужно было сделать для того, чтобы отделить те треки, которые появлялись от работы реакторов, от фоновых треков, которые могли возникнуть до того. А параллельный контроль, ну, это обычная вещь, когда вы ставите чувствительный материал рядом с реакторами, его обязательно должны поставить куда-то еще, там, на каком-то расстоянии, да, еще точно такой же чувствительный материал, чтобы убедиться, что вот эти треки, они идут именно от реактора. Да, мы анализировали статистику треков еще на различных расстояниях от реактора. Дальше я покажу эти результаты. Анализ микроструктуры выполняли, ну, скажем так, это уже потому, что мы не могли не, так сказать, не исследовать эти треки, что они из себя представляют, было очень интересно, хотя целью исследования это не было. И мы накапливали базу данных, то есть эти результаты, так сказать, сохраняются, их можно затем анализировать. Следующий слайд. Два типа реакторов. Первый, о котором Александр Георгиевич уже рассказывал в этом докладе, никелеводородный реактор, который проработал около 7 месяцев в режиме избыточного выделения. Второй, это плазменный электролиз, вот если щелкнуть на вторую картинку, там должно быть видео. Запустится. Это верхний электрод, он подвижный, там есть как бы обратная связь, и он опускается и поднимается. И с частотой примерно 10 Гц следуют разряды в воде. Ну, это одна из ранних конструкций, то есть там дальше она была усовершенствована, потому что вот такой объем воды, он очень быстро закипает. А нам нужно было обеспечить работу реактора, ну, по возможности непрерывную. Следующий слайд. Числительные материалы. Какие мы использовали чувствительные материалы для получения треков? Ну, начали, как все, в общем-то, пробуют с пленок, обычных пленок, и это были черно-белые, обычные фотографические, которые в любом магазине можно купить, фотоматериалов, рентгеновские пленки, листовые, разных размеров. Потом обнаружили, что, в принципе, подходит обычное стекло, предметные такие маленькие стекла, на них тоже появляются треки дальше, я покажу такие. Затем попробовали слюду. Была найдена слюда в каких-то там запасах еще советских времен, которая 30 лет где-то пролежала. Оказалось, что слюда очень редкая, ну, то есть там есть определенный ГОСТ и так далее, и так далее, но эта слюда абсолютно прозрачная. То есть я не смог найти, так сказать, в достаточном количестве, и, к счастью, мы нашли и другой материал, который оказался самым удобным, это обычные DVD-болванки. И, к примеру, мы изучали фильмы, прентген, и обычные фильмы, Гласс, Мика. И еще мы пробовали немножко совсем посмотреть, что происходит на фольге, видели те же самые треки на фольге, на алюминиевой фольге. Следующий слайд. Как мы, собственно, считали треки? Поскольку важно было по возможности точно посчитать интенсивность треков, мы выбрали такой параметр, как суммарная длина трека. Прежде всего, мы, должен предупредить, мы исследовали именно протяженные треки. Мы не концентрировались на кратерах, на каких-то точках и так далее. Потому что чисто численно, чтобы посчитать, гораздо проще было бы посчитать именно то, что имеет протяженность. Мы фотографировали поверхность материала до экспозиции, мы ставили это рядом с реактором, затем фотографировали ту же самую поверхность в тех же самых местах после экспозиции. Затем вот эти электронные фотографии открывались в графическом редакторе, проводились руками, проводились линии в зеленой толщины и цвета вдоль тех треков, которые мы считали странным излучением. А дальше просто программно подсчитывалась суммарная длина вот этих вот линий. То есть такой вот метод наполовину ручной. Следующий слайд. Вот, собственно, примеры треков. Это слюда. Вверху вы видите, вот слева треков нет, справа это треки странного излучения, характерные, но это фоновые. Когда они возникли, мы не знаем, потому что материал где-то лежал 30 лет. А внизу это уже после экспозиции у реакторов. Те же самые места сняты. Вот видите, вот такие белые тоненькие линии. Масштаб там показан. И если вот этот кадр вы сравните, вы увидите, что и старые треки, естественно, тоже остались, но они практически тонут вновь. Вот характерные такие особенности этих треков. Если вы понимательно посмотрите на форму вот этих вот линий, вы увидите, что эти линии постоянно повторяются. То есть вот такой вот зигзаг наподобие бумеранга. Здесь я как-то подсчитывал пару десятков вот таких повторов. Абсолютно точная копия треков. Вот эта особенность, это скорее типичная особенность. Мы это видели постоянно. То есть треки, они появляются в основном группами. И внутри группы треки являются копией друг друга. Следующий слайд. А где, Влад, вот секунду, а где дырки? Есть дырки? В том-то и дело, что в рамках данного исследования мы дырки... Вы не следили, но здесь видны они или нет? При таком увеличении нет, конечно. Следующий слайд. Они меньше. Я дальше покажу. Вот уже электронные микроскопии, вот масштаб, то есть ширина вот этого трека примерно 5 микронов. Видно, что... Да, вот когда показываешь какому-то человеку, который не в теме, он смотрит на эти вещи и говорит, ну это же царапины. Это действительно царапины? Вот да. Это действительно очень похоже на царапины. Можно назвать это даже царапинами. Но вот такие вот волшебные царапины, да? Как кто царапает? Да. Вот смотрите, это слюда. Можно даже увидеть направление, в котором шел трек. Очевидно, это вот так. Вот этот вот материал, который идет в отвал, как бы, да? Вот здесь очень хорошо видно. То есть он идет, потом отваливает этот материал, дальше снова, дальше снова. Ну вот она говорит, что плевались там эти самые, на материалы. Да, да. Ну, мы пробовали, кстати, анализировать элементный состав. Мы не находили нигде никаких посторонних элементов. Это царапины. А? Это царапины. Ну, в том-то и дело, я показывал вот на предыдущем слайде, да, вот эти вот волшебные повторяющиеся вещи. То есть, ну, я бы хотел, конечно, так царапать, но... Да, но царапало объект, который вот... Да. Собственно, есть странное излучение. Да. Следующий слайд. Здесь мы исследовали на ISM, значит, это зондовый метод, ширину и толщину, ну, глубину, скорее, вот этих треков, да? Ну, вот смотрите, вот это оптическое изображение. Здесь видно, что треки, вот это все, ну, с включением стрелок, да? Вот это все треки, но разные толщины. Это очень толстый трек. У него ширина порядка 30 микрон. А толщина, ну, здесь... Глубина. Так, глубина, ну, порядка микрона. Это считается очень глубокий трек. Типичные треки, они вот такие. Значит, шириной, вот, ну, здесь вообще 3, что ли, микрона. Ну, в общем, условно говоря, 5 микрон. А глубина, это десятки, ну, максимум сотни нанометров. То есть глубина, она существенно меньше ширины. Да, да. Глубина небольшая. Следующий слайд. Все-таки иностранцы. Боб, очень интересно, the depth of this trajectory. Very small, comparing the width of this trajectory. У вас осталось 3 минут. Предыдущий, предыдущий. Влад, а вот тот выше там дырки, вот это черное, да? Вот, знаете, я не успею сейчас тогда закончиться. Тут вот каждый слайд можно рассматривать просто как картину. Ну, не у вас осталось 5 минут. Или это что это? Давайте потом, я тогда в кулаках я покажу, расскажу. Это отдельная совершенно песня. Следующий слайд. Ну, вот, это уже как выглядят треки на DVD при маленьком увеличении. Вот это чистая поверхность. Практически все DVD-болванки, они абсолютно ровные, абсолютно чистые, да? То есть с какого-то момента мы просто перестали их фотографировать до экспозиции, чтобы, ну, скратить время исследования. Вот, это типичный пример большого количества треков на, так сказать, фрагменте, да? Вот, все буквально исполосовано треками. Вот, подожди, как стояла пластинка по отношению к этому стакану? Мы располагали совершенно разными способами. Ну, в данном случае они идут параллельно. Здесь, здесь, я не могу сказать, вот этот фрагмент как стоял. Неважно. Мы ставили по-разному. Треки идут всегда строго вдоль поверхности. И никакой системы, в каком направлении они идут по отношению к источнику, к горячей точки реактора. Да, ну, следующий слайд, собственно, я должен показать, как это выглядит при большом увеличении. Вот это вот интересная особенность, вот я говорил про копии треков, да, треки-близнецы. Вот здесь, это два разных трека на расстоянии, может быть, нескольких миллиметров друг от друга. Вот при большем увеличении, это в оптике, да, на пределе, так сказать, увеличения, видна периодическая структура. И здесь, и здесь. Следующий слайд. А вот это уже не царапины. Это уже совсем другой объект. Вот, смотрите, двумя методами микроскопии, это электронные, а это зондовые, мы исследовали вот эту вот точку, да. Ну, видно, что вот некий там контур практически повторяет друг друга. И здесь мы еще исследовали глубину. Ну, вот порядка трехсот нанометров глубиной в самом вот, так сказать, глубоком месте. Ширину здесь можно оценить, ну, вот по масштабу, да, то есть вот те же самые пять микронных. Следующий слайд. Вот это уже становится еще интереснее. Мы стали смотреть на электронном микроскопе вот эту вот периодическую структуру в деталях. Вот видно, что вот эти две параллельные линии, да, вот они здесь показаны. Видно, что эти следы, даже вот при таком увеличении, они практически повторяют друг друга. И вдоль этого направления, и можно вот так вот сопоставить. И следующий слайд. Вот если вы внимательно посмотрите на этот кадр, прямо в деталях, да, вот сопоставите точки, вы увидите, что вплоть до разрешающей способности электронного микроскопа все эти маленькие-маленькие пятнышки совпадают. То есть абсолютная копия. Как будто вы взяли печать, очень сложно устроенную. Ну, не совсем. И штамповали. Не совсем. Ну, ну, ничего. А вот если вы возьмете печать и будете ставить, так сказать, печать на листах бумаги, у вас тоже будет какое-то место не пропечатано, какое-то там чуть-чуть смазано. Но в целом вы увидите, это одна и та же печать. Вот здесь примерно такая же ситуация. Ну, дальше-то они расходятся. Да, да, дальше они расходятся. Следующий слайд. Смотрите, собственно, статистика, да, вот я показал картинок, да, статистика. Что показали исследования? Вот, например, у нас люди. Опыт – это то, что было на небольшом расстоянии, там, до 10 сантиметров от реакторов. Это суммарная длина трека. То, что мы посчитали, проанализировав множество фотографий. По оси ординат – это миллиметры. Ну, тут поставил миллиметр. Ну, да, сори. В контроле… Это не миллиметр, наверное, не кром. Миллиметр, миллиметр. Суммарная длина. Восемьсот миллиметров, это ты представь себе. Да, да. Это много там. Там вот много. Это пластинка слюды размером 50 на 50 миллиметров. Вот на среднее, вот эта вот длина треков на такой пластинке, ну, примерно метр средняя. Рядом с реактором. Вдалеке от реактора, то есть мы клали там в соседней лаборатории, просто лежали те же самые пластинки. Видно, что на порядок, на два порядка среднее меньше. Но обратите внимание, вот этот вот интервал в черном показывает среднее отклонение. Вот уже здесь видно, что очень большой разброс значений. То есть иногда густо, иногда пусто. Средний разброс для данного образца или для разных? Для разных образцов. Так, пошло время на вопросы. Хорошо. Еще несколько слайдов и заканчиваю. Следующий слайд. Это аналогичная статистика на DVD. То есть вот здесь уже больше мы, так сказать, вот дисков проанализировали, да, то есть 51 диск в опыте, здесь 30 дисков в контроле. Вот здесь еще больше разброс, но общая картина по среднему точно такая же. То есть вот примерно метр суммарного длины треков на один DVD диск, там площадь порядка 100 квадратных сантиметров. Должно быть время экспозиции. Время экспозиции мы выдерживали разное. Но это плохо. Дело в том, что есть... Следующий слайд. Да, вот еще мы делали эксперимент в зависимости от расстояния. Вот видите, как резко падает этот сильный треков после 10 сантиметров. И это типичная картина. То есть мы никогда не получали большого количества треков, ну скажем так, 500 миллиметров на диск, да, после 20 сантиметров. Но, следующий слайд. Ну, это для какого водяного реактора или сантиметра? Это для водяного, да. Ну вот все это для водяного. Скажем так, мы экспонировали и для плазменного электролиза в воде, и для горячего реактора. Зависимость такая же. Где больше? Время на вопрос. Сравнить можно по времени экспозиции. Ну, давайте это потом, потому что я не успею дойти до конца. Значит, вот смотрите, какой большой разброс. Это последовательность экспериментов. Вот это опыт, то есть рядом с реакторами, там до 20 сантиметров, где-то 10 метров на одном диске, да, где-то вообще ноль. То есть очень-очень большая вариативность количества треков. Мы с этим столкнулись, и, видимо, это такая характерная особенность сторонного излучения. Ну, в контроле видно, что на порядке меньше интенсивность, но тоже довольно большая вариативность. Где-то ноль, где-то там какое-то значение. Следующий слайд. Да, вот, собственно, особенность, да, вариация интенсивности треков. Длина треков, суммарная длина треков на одном носителе, очень сильно варьирует от экспозиции к экспозиции при тех же самых режимах работы реактора. Вот, если мы про реактор плазменного эритролиза, там были разные модификации, он мог работать в разных режимах, то реактор горячий, никель-водородный, он работал в стабильном режиме. То есть у него там коэффициент вот этого вот избыточного тепла, он не сильно изменялся. А количество треков мы то видели много, то вообще не видели. То есть одну экспозицию делаем их много, другую экспозицию точно такого же времени, примерно неделю, мы видим, треков нет. И никакой системы в этом мы не находим. Но мы можем сказать совершенно четко, вот наша статистика показывает, что большое число треков, ну вот условно можно границу провести, вот 500 мм на диск, мы в основном с дисками эту статистику получили, возникает только в ближней зоне. То есть вот дальше 20 см, там уже другая песня. Там уже скорее речь идет про фоновое странное излучение, источник этого излучения какой-то другой. И да, и закономерности вариации от времени и расположения дисков, это ответ на ваш вопрос, не найдено. Как вы диски не располагаете, треки все нам будут вдоль поверхности, и как-то вот они от группы к группе беспорядочны. Следующий слайд, и я буду заканчивать. А, да, еще вот такая особенность, треки располагаются группами, то есть это неравномерное покрытие. Это вот отдельные такие пятна внутри этого пятна, как я уже показывал, много линий, много копий треков. Характер, ну то есть вот порядок площади одного пятна, порядка одного квадратного сантиметра. И такие пятна возникают, во-первых, бессистемно, но только в ближней зоне реактора. Следующий слайд. Были эксперименты с экранированием, мы их сейчас ведем, пока сказать что-то определенно сложно, но мы видим, что экранирование обычными материалами типа фольги работает. То есть мы заворачивали диски в фольгу, обычную пищевую, важно, чтобы это была обертка сплошная. И не находили треков. Но эти эксперименты еще не закончены. Что интересно, что вот DVD-болванки тем удобны, что, по-видимому, при хранении они друг друга взаимно экранируют. То есть фоновое излучение странное, оно просто не оставляет следов в DVD-болванках при хранении. Следующий слайд. Мы накопили базу данных, значит, продолжаем ее копить. Следующие выводы, значит. Прежде всего, вот главный результат, который мы получили, что есть ближняя зона, у нас это 20 сантиметров. В рамках ее очень много треков. Мы делаем вывод, что источники этого странного излучения это с отцами реактора. Есть другие источники, фон, с интенсивностью на порядок 2 меньше. И этот фон нужно тоже учитывать, когда вы считаете статистику треков. Вот эта вариативность треков, она говорит на то, что мы имеем дело, скорее всего, с неким случайным событием. Вот эта вот неравномерность еще по месту, да, она говорит о том, что вот это событие не только во времени, да, но еще и пространственно как-то располагается. Возможно, здесь участвует помимо вот этих вот низкоэнергетических ядерных реакций внутри реакторов, возможно, здесь участвует некий еще не учтенный внешний фактор. Мы пока не знаем, что это за фактор. Природа странного излучения по-прежнему неизвестна. И все-таки возможно экранировать странное излучение. Следующий слайд. Ну, дальнейшая программа исследований. Значит, вот нам нужно понять, почему такая большая вариативность. Нам нужно поисследовать экранирующие способности различных материалов. Попробовать все-таки найти этот внешний фактор. Вдруг повезет. Мы работаем над созданием приборных детекторов сейчас. И дальше купим статистику. Ну, собственно, все. Следующий слайд. Ну, цена вопроса, ну, вот, мобельская премия. А может быть, и нет? Спасибо. Спасибо. Так, три минуты на вопросы. Анатолий Иванович уже спрашивал. Пожалуйста. Значит, вопрос такой. А вы не пробовали, допустим, вот ту же самую стопку дисков взять, да? И в стопке... Почему? Вопросы... Пробовали. Пробовали. Верхний диск с треками, нижний и без. Хорошо, спасибо. А флотом прижат. Флотом прижат. Ну, просто лежат один по другому. Понятно. Ну, логика в этом есть. Пожалуйста. Уважаемый Влад, я хочу задать вопрос. Коротко. Коротко. Я, как бы, новый член нашего уважаемого комьюнити, сообщества. И просто, наверное, по незнанию, в вчерашнем докладе Леонида Пековича тут же это было непонятно. Пытаетесь ли вы ввести единое соизмерение этого странного излучения? И вообще говоря, каким образом оно отличается от других излучений? Определяете ли вы границы этого странного излучения? Хорошо. То есть определение от странного излучения? Обределение. Единое соизмерение, простите. Понятно, понятно. Вопрос поняли. Те, которые не в каждой лаборатории, а в общей для всех лаборатории. Как ты сделал? Ответьте на этот вопрос. Понимаете, мы, поскольку не знаем природу странного излучения, то в рамках данного исследования единицы измерения это миллиметр. Мы считаем просто длину треков. Не более чем. У нас нет прибора, который там стрелочкой или цифровым индикатором показывает интенсивность. Мы пока принимаем интенсивность. Это вот суммарную длину треков, которую мы видим. Понятно. Все, спасибо. Следующий. Кто еще? Нет, пока нет. Давай, я ждал, ждал, ждал. Please. Бог. Thank you. Excellent presentation. Can I ask you what the conclusion was? I didn't quite get it. The conclusion. What was your... Not that I want a Nobel Prize, the bit before. Okay. Conclusion is that... Можно слайд пораньше-пораньше? Это уже дополнительные материалы. Повтори просто. There is near zone. Around the reactors, where the intensity of the tracks is high. About 20 centimeters. There is other sources of the strange radiation. Tracks are forming as some spontaneous process. So, the great variety in time and in place of the tracks forces us to guess some spontaneous outer process. We don't understand what this process is and the nature of this stench radiation we don't know. And we can to screen this radiation. Thank you. Thank you. All right. Is the time over? No, no. Can I ask you? No, we can't. We can't. It's the time over. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Thank you. Thank you. Мои дети были уничтожены.